Дополнительная производственная линия приобретена при финансовой поддержке Фонда развития промышленности. Он предоставил льготный заем в размере 150 миллионов рублей. Стоимость же всего проекта обошлась компанией в 366 миллионов. Идею переоснастить завод поддержал Департамент химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России. Этому во многом поспособствовало участие Десногорского полимерного завода в Союзе переработчиков пластмасс. Руководство Союза считает верным решение завода перейти на импортные сырьевые материалы. Полимерная компания уже практически сменила поставщиков. Применяется сырье компании ExxonMobil. То есть практически ТПЗ, Десногорский полимерный завод, отказался, ну не полностью, но во многом отказался от использования российского сырья. Поэтому можно с уверенностью сказать, что предприятие будет производить очень качественную, на мировом уровне барьерную пленку для пищевых производств. Новая установка производит высокобарьерные экструзионные пленки. Они используются в пищевой промышленности для упаковки скоропортящихся продуктов питания. Ее основные потребители – компании по производству мясных и рыбных продуктов. За час работы оборудование способно произвести тонну изделий. Восьми часов достаточно, чтобы снабдить упаковкой заказчиков Смоленского региона на целый месяц. Однако продукция Десногорского полимерного завода поставляется не только по области, но и по всей России. Высокая производительность и широкая география поставок – далеко не все, что отличает компанию от конкурентов. Мы имеем огромный многолетний опыт переработки барьерных материалов, таких как саполимер винилового спирта и этилена и полиамида. И этот огромный опыт позволяет нам делать высококлассные, качественные пленки. Поставщиком установки стала немецкая компания Windmüller und Hülscher – мировой лидер по производству оборудования для изготовления гибкой упаковки. Ее продукция на российский рынок экспортируется с 1950 года. Официальный представитель компании прибыл на открытие нового цеха, чтобы дать свою оценку того, как используется их оборудование. Я должен сказать, что я просто очень впечатлен профессиональностью этого предприятия. Так что здесь чувствуется, что люди прекрасно знают, чем они занимаются. Мы довольно часто находимся в разных заводах по всему миру. Я должен сказать, что этот завод находится на высшем уровне по сравнению с другими заводами. Во время своего визита иностранные эксперты отметили не только профессиональные качества персонала, но и состояние материально-технической базы. Здесь все организовано на отлично. Продольная машина для сварки полимерных пленок, сама линия, сырье и система хранения. Так что уровень очень высокий. Это производство идет вровень с аналогичными заводами Западной Европы. Это очень хорошо. Увеличение производственных мощностей открывает перед Десногорским полимерным заводом новые перспективы и горизонты, а также вносит весомый вклад в экономику региона. Марина Якубишина, Виталий Степанов, Юлия Соболева, Григорий Шилин, Светлана Разганова, Десна ТВ.